друзья вас приветствую сегодня будем создавать маску рандом с ответами и она будет выглядеть вот так вот смотрите какая идеальная со звуком и допустим выпал вопрос я отвечаю на него бла 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 и и такой вот ответ же типа ну первый ответ первому вопросу и частицы друзья я приветствую вас на своем канале сегодня снова мы говорим о маске рандома а именно как сделать маску рандом с ответами чтобы ответы появлялись там через допустим 5 секунд после самого вопроса действовать мы будем по принципу по записи видео с экрана с задержкой начинается рандом потом задержка и появляется ответ итак давайте сегодня мы сделаем по простому способу вкратце есть два способа первый это в сложный способ он используется как в моей в моем уроке где появляется музыка в рандоме то есть то же самое только появляется плен сделать можно но такой способ он замороченный и редко когда пригодится есть наиболее простой способ вы сейчас обрадуетесь если не знали что он такой существует потому что реально все сделать очень просто даже если у вас там 100 вопросов ну и соответственно кому нужен сложный способ когда можно сделать все быстро качественно и без заморочек чтобы все работало да именно так мы сегодня и поступим давайте подготовим материалы перейдем в наш photoshop и создадим то что будет над головой у нас давайте разрешение 650 на 325 поставим если у вас более 150 вопросов ставьте 500 ну примерно на пропорциональное значение здесь давайте нажмем создать выше 650 кстати вообще смысла не имеет делать и давайте сделаем такой вот инструмент прямоугольник со скругленными углами и растянем его так чуть-чуть место мы оставляем даже давайте я нажму control z сейчас нам нужно немножко место оставить чтобы тень добавить так будет прикольнее ну допустим вот так вот у нас появился такой прямоугольник и и собственно давайте сейчас сделаем подготовку всех вопросов и ответов для этого но мы сейчас над графикой тоже немножко поработаем давайте фон мы скрываем у нас прозрачный здесь будет правой кнопкой мыши на прямоугольник нажимаем точнее давайте все-таки цвет выберем у него вот здесь два раза я нажал и выбираем цвет белый изначально далее правой кнопкой мыши мы нажимаем параметры наложения и давайте выполнить обводку и ставим значение допустим 3 и добавить тень и прозрачный непрозрачно ставим побольше и здесь там нормально это у меня тут другие параметры были и смотрим где у нас тень появляется да там немножко ее в бок сделаем вот здесь она у нас появилась там на свой вкус конечно смотрите нажимаем ok далее смотрите я разделю область вверху у нас будет вопросы и ниже у нас будет поляться через время собственно ответ и здесь будет крутиться такой анимационный кружок перед ответом он кстати нам поможет пройти модерации чтоб маску одобрили я тоже сегодня вам расскажу как как что делать чтобы все окей и так я вот выделил до через инструмент выделения там ну примерно половинку да вот так вот посередине можно центр найти но сейчас с этим заморачиваться прям точно не будем по что это не так сильно нужно нажимаем control джей находясь на вот этом слое на прямоугольник и вот у нас появилась как бы частица прямоугольника эффекты с нее убираем давайте проверим нет не получилось давайте нажмем растрировать слой эффекты вот у нас скрыты и теперь вот смотрите это скрываем и вот так мы берем сейчас и половинку мы вырезаем и нажимаем вот так я сейчас объясню зачем это нужно правой кнопкой мыши теперь нажимаем на верхнюю часть прямоугольника нашего нажимаем параметры наложения и здесь есть такие красивые штуки как наложение градиента нажимаем ok давайте эффекты включаем сейчас они все включились на нам параметры наложения давайте их выключим некоторые то что было того слоя мы отключаем так оставляем градиент и убираем обводку и тени и давайте градиенты посмотрим какие тут есть их очень много на любой вкус и цвет но можно и самим сделать если это необходимо оранжевые давайте посмотрим какой-нибудь синий поставим градиент вот допустим такое нажимаем ok и создаем текст выбираем любой шрифт который нам нравится я ставлю шрифт helvetica как на айфоне вы можете скачать в гугле helvetica lite и давайте напишем вопрос 1 и сделаем по центру нажимаем control j переносим сюда два раза нажали здесь нажали цвет и выбрали черный и пишем ответ 1 ну собственно а вы пишите свой вопрос и свой ответ и на вопрос два раза нажимаем мы кстати можем смотрите у меня helvetica lite только мы можем чтобы был жирный шрифт выбрать другой вот так это выглядит давайте если вам понравился шрифт вот можете переписать его и скачать с интернета напишите в гугле собственно теперь мы берем через shift зажимаем и вот эти два объекта прямоугольника мы группируем в одну папку и вопрос 1 ответ 1 мы группируем тоже другую папку точнее в папку да вот вот эту кнопку вот и пишем допустим 1 нажимаем control j скрываем 1 и 2 делаем и собственно переименовываем два раза я нажал на текст пишем ответ 2 и вопрос 2 и так делаем давайте до 5 а у вас соответственно тому что больше вопросов соответственно у вас больше и теперь каждый слой мы берем вот допустим с первого вот показали вопрос 1 ответ 1 нажали файл экспортировать быстрый экспорт в png и давайте на рабочий стол и напоминаю как бы для рандома это не очень принципиально но все же к нумеруйте 001002 в таком порядке привыкайте это хорошая сортировка в дальнейшем нажимаем сохранить и так с каждым объектом проделываем и теперь смотрите ну соответственно нам нужен старт какой-то да допустим ответь давайте я сделаю скорее всего будет у всех так ответ на вопрос вот вот это пройдет заставка в начале сто процентов даже без всяких там ухищрений и ответ на вопрос а здесь мы скрываем обратите внимание что я сделал сейчас на этом слое да то есть нужно было создать новый слой но я сейчас работаю просто на сохранение да мне psd файл не нужен я думаю вы сами справитесь нажимаем скрыть что нам понадобится нам понадобится анимация кружка заходим в мою группу вконтакте ссылка в описании и здесь находим материалы проектов патчей нет это не она сейчас секундочку материалы текстуры и 3d объекты вот сюда и здесь мы ищем анимационный кружочек вот он у нас animation мы берем скачиваем окей отлично показать в папке и извлечь вы на рабочий стол допустим анимация нажимаем окей все отлично теперь начинаем создавать объект спарки у нас готовы вопросы ответы и собственно превью нажимаем создать новый добавить проект и вот собственно появляется наш спарк давайте перенесем только сейчас вот 005 да давайте 005 мы переименуем в начало обратите внимание так будет более понятно да это обратите внимание очень важно перри переносим сюда начало да как один объект нажимаем нет компрессии будем у всех ставить обратите внимание что размер у меня появился получился 5 килобайт у людей бывает что они там делают маску под 100 мегабайт а потом у них там до всем задержка не работает или еще что-то в приложении плеера не говоря уже о том что ее сложно выгрузить и долго она загружается на устройствах как бы instagram точнее спарк сожмет маска 100 мегабайт из текстур будет весить там масть 18 мегабайт допустим до архив ну короче имейте ввиду это очень важно следите за размерами сразу если что-то не так но допустим мост на дофига весит то сразу вам рассказываю что я сохраняю через файл экспортировать быстрый экспорт в png 8 чтобы сделать себе png 8 но вас может весь там если по 100 килобайт картинка и их там есть вопросы ничего страшного но если вы хотите максимальное сжатие нажимаем control k и здесь есть ищем где-то здесь быстрый экспорт вот экспорт и файл быстрого экспорта png файл меньшего размера у меня стоит галочка окей с этим разобрались далее давайте создадим все что нам необходимо в объекта в списке объектов это у нас изначально будет давайте на дистанции правой кнопкой мыши нажимаем добавить face tracker и face tracker и мы добавляем face mesh если вы кстати сразу зайдите face mesh face tracker тоже добавится сам автоматически face mesh нам понадобится для сглаживания лица это сейчас стандарт во всех масках добавляем материал два раза на материал 0 нажимаем вверху shader тип мы выбираем ретушь и ставим 15 процентов это моя рекомендация слишком больше стать не надо максимум 25 далее мы создаем группу объектов давайте сделаем это 0 object чтобы мы могли потом все перемещать разом чтобы все просто было нажимаем паузу давайте создадим еще один face mesh сейчас объясню зачем он нужен перемещаем сюда кстати он называется 0 давайте его переименуем чтобы хоть как-то различать face mesh 1 и материал создаем новый вот вот такой вот личико нам нужно это чтобы правильно подобрать расстояние чтобы у нас было все на голове окей с этим тоже вроде все нормально далее какое-то отображение мне кажется странным стало давайте сохраню проект и перезапущу spark 001 назову сохранить закрываю нажимаю открыть 001 открываем окей теперь все все отлично далее что нам необходимо создать давайте в 0 object мы создаем наши плены создаем начинаем мы с плена начала то что у нас будет до ответ на вопрос и добавляем материал создать новый два раза на материал обратите внимание на каждом плене который вы создаете шейдер тип мы выбираем сегодня flat чтобы не было никаких теней то есть у многих бывает выбрали здесь flat а на других там до объектах не выбрали но это именно касается плена ну следите за видео и делайте все то же самое нажимаем flat и и здесь мы уже под размеры смотрим давайте photoshop давайте проверим наш размер который мы поставили 650 на 325 напоминаю и собственно здесь мы у плена делаем 0,650 и и здесь мы ставим 0,225 по моему нет 325 окей смотрите он маленький но это регулируется потом через 0 object мы сейчас делаем так чтобы сохранить все пропорции абсолютно всех объектов нажимаем пауза приблизили вот так все это выглядит далее мы нажимаем дублировать и сейчас поплывут размеры мы их исправим нажимаем здесь два раза переименовываем конец пишем и нажимаем создать новый материал это обязательно кстати ничего не поплыло впервые такое возможно 86 версии спарка поправили и и вот обратите внимание у этого плена у нас новый материал это обязательно нажимаем два раза нажимаем также шейдер тип флэт и текстуры мы сразу можем подгрузить собственно это наш рандом нажимаем новая анимация и здесь ставим галочку randomize fps мы не меняем скорость движения будет в патчах текстуру мы выбираем и собственно сейчас секундочку да все верно ставим 001 и через control допустим либо через shift выбираем все варианты нажимаем открыть теперь нам необходимо почему у нас есть белые полосы у начала есть белые полосы а начало мы не загрузили ok сейчас с этим все сделаем начало два раза на материал 2 нажимаем и выбираем нашу текстуру начала окей все супер теперь еще у каждого материала у второго ставим альфа тест галочку это чтобы было прозрачности здесь по бокам не было никаких там неприятностей скажем так и нажимаем на конец тоже материал 3 ставим альфа тест далее смотрите здесь отображается все хорошо но если они останутся на одном z-уровне два плена на телефоне все будет мерцать поэтому z надо немножко с ними разделить так как начало впереди нашего ответа ну вообще вопроса да с ответом то чуть-чуть по z мы можем здесь кстати давайте посмотрим куда она движется допустим так я сильно отодвинул да но здесь мы поменяем уже вручную допустим 001 мы можем это регулировать чтобы на маске не было видно то есть визуально ничего не будет видно и человек не поймет что-то несколько слоев так только мы сделали наоборот здесь мы ставим 0 а у плена начала мы ставим 0 запятая 0 0 1 вот так будет ответ на вопрос то что сейчас нос там выпирать ничего страшного это мы все поправим немножко позже и собственно теперь нам нужен анимационный кружочек давайте его создадим напишем загрузка нажимаем на материал добавить создать новый материал два раза выбираем shader тип flat то что я не продублировал это все правильно я делаю и здесь мы нажимаем текстуру выбрать новую анимацию нажимаем выбрать файл и переходим в нашу папку с анимацией и выбираем с 01 по 0 12 здесь правильная нумерация поэтому все черточки будут правильно идти нажимаем открыть здесь мы ничего не меняем фи фи пи с у нас достаточно если вам нужно ускорить либо замедлить можете поменять его давайте нажмем play анимация работает как вы видите особенно здесь хорошо видно нажимаем стоп и нужно поставить нет компрессии и здесь тоже теперь этот кружочек загрузка мы по z position двигаем на 0 0 0 2 вот сюда теперь он у нас первый и уменьшаем его допустим 0 2 0 2 давайте посмотрим как это выглядит слишком большой возможно 0 11 на 0 11 вот сюда давайте посмотрим как это выглядит на маске нажимаем play напомню что мы ее увеличим сейчас мы просто все подготавливаем по-моему все отлично можно чуть чуть выше поднять вот так супер теперь мы нажимаем сохранить далее что у нас есть у нас будет еще система частиц появляться частицы когда выпадает правильный ответ поэтому в 0 object мы нажимаем правой кнопкой мыши добавить и выбираем particle system давайте какие-нибудь блики абсолютно любые скачаем напишем блики пнг в гугле и нам нужен только самое главное блик на на прозрачном фоне давайте проверим этот сохранить как тут просто псевдо прозрачность последнее время в гугле давайте три нуля я написал и в photoshop мы проверим файл нормальный он или нет сейчас секундочку переносим сюда по-моему нормально проверять легко я создал новый слой и могу закрасить да все прозрачно вот такой нам блик понадобится только напомню что давайте работать с компрессией правильно поэтому на слой 1 нажимаем изображение размер изображения 600 это очень много блики у нас маленькие максимум 100 можете поставить а то и меньше и также давайте файл экспорт быстрый экспорт в пнг кстати перед этим давайте отмена нажму и сделаем их чисто квадратными так будет лучше размер холста и ставим одинаковый если ну копируем сюда и вставляем сюда окей теперь файл экспортировать быстрый экспорт пнг 0.0.0.0 плюс скрываем 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 и в нашем материале система частиц есть вот да материал нужно нажать плюс нажимаем новый материал два раза нажали здесь flat и выбрали alpha test галочку поставили вот здесь мы снимаем галочку вот эту чтобы блики всегда были поверх и загружаем текстуру нажимаем новая текстура переходим на рабочий стол три нуля с плюсом давайте нажмем play вот так это выглядит нажимаем сейчас пауза и давайте немножко поработаем здесь мы ставим вместо старт появления не с точки а с линии и давайте попробуем там 0 2 например поставить окей система частиц у нас не растянется растянутся только планы и примерно отсюда и до сюда на картинке она и будет да но можно немножко там 0 15 уменьшить оставляем такое значение супер рождаемость мы все равно потом на патч выносим будем ее менять здесь выбирается скорость когда мы здесь раскрываем можем размер подрегулировать можно поставить там с 20 процентной разницей то есть иногда будет объекты чуть меньше надо чуть больше это время жизни можем поставить там 0 5 давайте и тоже поставим вариацию 20 процентов но это вращение оно нам не нужно и у материала 5 мы добавляем галочку add вот такие будут яркие частицы у нас они перекрывают фон то есть на белом их не видно но на темных тонах видно допустим если переключить видео на какое-либо другое мы увидим следующее окей дать вернемся к стандартному видео и теперь мы давайте сохраним проект что нам еще понадобится нам понадобится перекрытие нашего ответа давайте сделаем его ну давайте сразу да сделаем начало мы нажимаем ctrl d дублируем продублировали перенесли вот сюда обратите внимание что они идут все на одной линии то есть вы могли случайно переместить сюда это неправильно собственно я переименовываю этот объект в белый и у белого объекта создаю новый материал два раза нажимая на материал 6 выбирает шейдер тип flat и здесь у меня но остается загрузить текстура нажимая файл сохранить давайте подготовим последнюю текстуру который нам понадобится переходим в наш фотошоп переходим в наши вопросы и ответы и собственно нам нужно будет вот такая вот текстура обратите внимание чтобы текст не выходил за эти поля и желательно там даже максимум вот досюда и досюда и не ниже чем вот здесь вот так вот получается все супер мы переходим фон нажимаем показать и через ctrl джей создаем этот слой ну либо просто закраской до создаем новый слой и выбираем закраску и закрашиваем белым скрываем все остается вот такой вот холст с нашим перекрытием нажимаем файл быстрый экспорт экспорт png допустим напишем скрыто сохранили вскрываем и у нашего материала загружаем этот эту текстуру скрыто окей потом остается только разобраться что должно быть первым кружочек или скрыто но скорее всего кружочек поэтому примерно так идет сначала кружочек потом скрытие потом ответ на вопросы потом вопрос и ответ супер теперь давайте у кружка проверим поставили ли мы галочку альфа тест два раза нажимаем на материал 4 альфа тест не стоит вот поставили собственно мы видим что объекты довольно далеко друг от друга давайте еще раз проверим здесь 0.01 а здесь по-моему 0.02 стоит правильно а 0.04 стоит давайте 0.03 поставим а у белого объекта 0.02 то есть у объекта скрытие вот так чтоб не слишком они выпирали друг от друга чем меньше выпирают тем лучше потом можно подрегулировать ну здесь на картинке по моему выглядит сейчас все супер-пупер но мы видим там немножко за двойку да но это можно z более мелкими значениями регулировать нажимаем ну сейчас все будем дальше делать давайте сохраним собственно переходим теперь к размеру а потом к нашим патчам 0.0 object мы берем и растягиваем теперь у нас все пропорционально будет 1.5 на 1.5 и допустим поднимаем вверх только particle system а ну сейчас оно переместится потому что мы на паузе находимся давайте проверим вот да переместилось давайте еще увеличиваем 2 на 2 допустим посмотрим как выглядит скорее всего будет там 3 на 3 или 2.5 на 2.5 теперь смотрите мы фейсмеш создавали не просто так мы подносим прям к самому фейсмеш да вот так вплотную и поднимаем чуть-чуть выше вот примерно так и давайте 3 на 3 попробуем 3 на 3 наверно много давайте 2.5 на 2.5 вот по-моему идеально можем немножко выше поднять и фейсмеш наш просто скрываем выбрался не тот фейсмеш это ретушь нажимаем показать и фейсмеш 1 вручную выбираем здесь и нажимаем visible вскрыть окей супер здесь мы кстати можем видеть то что план немножко выпирает но кстати план у нас он же чисто белый объект мы можем либо позже значение его ближе подвинуть либо по иксу немножко уменьшить давайте нажмем на белый и по иксу мы поставим значение 60 60 слишком сократили давайте 62 попробуем и здесь мы поставим пятерочку удалим вот так и чуть чуть ниже вот супер но он подвинулся по z когда мы двигали по линии давайте 0.03 снова ставим 0.0.25 вот по-моему супер ну дальше дальше мы в патчах все разберемся сейчас вот ну на первый взгляд все идеально сложено в графике переходим к патчам нажимаем вид показать патч эдитор с подсказки я начинать не буду давайте это пропустим если вам нужна подсказка посмотрите любой мой другой видео урок с рандомом то есть да кастин там начните запись видео чтобы там типа подсказка инстаграма короче давайте сразу перейдем к делу выносим давайте сохраним еще раз она сохранил здесь мы вот камера на же запись камеры начинается сейчас быстренько рандом сделаем вот видео рекордер мы переносим начинается все с задержки да то есть человек чтобы у него не сразу началась просто дорогие люди чтобы увидели там начало допустим ставим полторы секунды и здесь также мы ставим давайте через control c control v продублировал здесь мы поставим примерно значение 9 но сейчас мы разберемся это потом высчитаем далее ставим not и наши два плена то есть плен 1 плен 0 это у нас идет загрузка и и белый плен тоже выносим и соединяем с нот это чтобы скрывались наши объекты которые перекрывают фон ну точнее вопрос ответ даже скажем так и далее от дела и у нас идет пульс три раза через control c control v дублируем вот так получается дальше у нас идет свитч и через центр обратите внимание далее идет нот и исчезает здесь именно уже начало окей соединили дальше у нас снова идет свитч но перри подсоединяем к центру и от свитча также идет у нас вот из этой линии из нлс и так от и в зен элс мы переносим вот сюда примерно для удобства offset вот он у нас выпал теперь возвращаемся немного в левую часть и от нашего пульса через от верха к ресету тянем и еще нам необходимо создать runtime параметр flow и отсюда при подсоединить к зен окей дальше у нас от offset пойдет параметр сюда less than давайте поставим цифру 3 дальше цифры эти все можно менять на галочки которые там допустим стоит не стоит галочка здесь там или здесь не обращайте внимание вообще это галочки которые все нажму play все будет меняться далее смотрите less than так мы создали отсюда еще пойдет параметр value и снова от него будет less than через ctrl-c и ctrl-v и переподсоединяем вот сюда тоже оставим значение 3 и здесь мы создаем loop animation подсоединяем мы к верху а смотрите вот здесь ключевое значение это количество ну скорость движения наших кадров в рандоме я ставлю 0 0 3 по мне так самое крутое значение вы там если нужно медленнее ставьте больше чем больше цифра тем будет медленней от less than мы ставим нот это чтоб частицы у нас появлялись и здесь и в занелс надо поставить параметр соединяем через верх внизу вот как раз помните я говорил рождаемость мы настроим немножко позже допустим поставим 20 частиц нажимаем на наш emitter и вот рождаемость мы переносим на патч редактор соединяем и то что мы писали здесь становится неактивным она берет значение отсюда то есть если здесь ставили 50 то и здесь надо поставить 50 потому что она не будет работать но я имею ввиду значение может быть разным но это у нас скажем так главное значение когда у нас вынесено на патч редактор и собственно от loop animation от низа обратите внимание перетягиваем к randomizer random точнее и ставим значение там от 1 и до количества наших картинок либо можем поставить больше например 50 и обратите внимание допустим вы делали маску да сделали 50 вопросов потом добавили еще 10 думаете что ж не так это дело в конечном значении больше можно меньше нельзя нажимаем сохранить и от валуи мы тянем значение фло и можно нажать на нашу анимацию которая от 1 до 4 наших вопросов и нажать конкретный фрейм соединяем по идее маска должна работать нажму сейчас сейф давайте сейчас просто play нажму как мы видим система частиц она допустим слева и справа все-таки слишком много выпирает да давайте поставим 085 нажмем play почему-то стало еще больше давайте попробуем 2 поставить давайте попробуем 0 0 0 1 и давайте сделаем 0 1 просто 0 0 0 5 вот так вот по моему самое оптимальное для данной картинки я сейчас нажимаю сохранить и кстати давайте еще кое-что сделаем сразу и проверим напоминаю что но мы сейчас добавим звук листания маски то есть листание наших вопросов возможно он будет длинный для данной маски но можем подрезать но сильно заморачиваться не будем я покажу вам его как вставить а если нужно подрезать уже можете сами может у вас много вопросов у вас сразу зайдет этот звук давайте перейдем в нашу группу вконтакте нажимаем наверх нажимаем обсуждение и здесь у нас есть патчи очень много полезных патчей его добавляем звук пролистывания к нашему рандому сам звук скачиваете по ссылке и вот показано куда его присоединить то есть к нашему делай где у нас было давайте посмотрим делай пульс switch и от свеча вот вот сюда короче пойдет наш звук давайте сейчас добавим этот звук я нажимаю скрыть программу spark скрываю браузер звук листания и переношу в spark вставляю вот сюда например вот он добавился нажимаем play все работает все супер далее создаем вот здесь новый объект называется он у нас спикер у нашего объекта спикер мы выбираем аудио сейчас секундочку здесь нужно еще создать аудиоплейбэк контроллер у контроллера выбрать звук play не надо ставить переходим в спикер и выбираем аудио плейбэк контроллер ноль вот громкость вы можете отдельно подрегулировать напоминаю что звук будет только у нас а в самом в самой истории вы слышите его не будете а на некоторых андроидах так вообще не слышно даже но это возможно временно на данное число вон смотрите 21 апреля у нас давайте посмотрим как что у нас работает не работает осталось вынести вот сюда аудиоплейбэк контроллер по моему сейчас давайте патч проверим аудиоплейбэк контроллер конкретно у нас play надо вынести и отсюда вот так вот напрямую от свеча без нот и нажимаем сохранить сейчас я буду тестировать маску и все вам покажу друзья я сделал тест сейчас кое-что поправим и я покажу вам что получится давайте приближаем вот сюда под наш конец где у нас система частиц ну во первых здесь нот я поставил все таки лишним и он мне нужен удаляем нот соединяем напрямую от less than и чтобы у нас частицы появлялись не через три секунды а все таки вот как вначале мы ставили примерно через значение 9 до задержку то есть когда выпадает ответ тогда частицы а не когда просто так короче не после рандома а здесь ставим короче циферку 9 вот до 9 мы поставили и теперь будет все отлично есть еще нюанс здесь вот мы ничего не видим но на телефоне видны наши границы помните я уменьшал наш объект белый по z собственно вот здесь будет видна граница и где-то здесь на компьютере вообще не видно вот ну собственно там уже и мелочи идут по иксу подравниваете максимально черному объекту и максимально по z близко сюда делайте чтобы на телефоне не глючило ну и кружочек можно немножко опустить там капельку но напоминаю что он двигается по z когда мы его туда-сюда двигайте видите пропал ставим здесь значение 0 20 точнее 0 0 3 окей в принципе я сейчас вам покажу то есть что сейчас получилось а потом в начале видео я уже поправлю z и покажу вам сразу в начале видео увидите что получится я напоминаю то что звук у нас долгий для данного рандома можно его под сократить вот но я сейчас так делать не буду нажимаем control с работа со звуком вы кстати можете посмотреть в моем видео где я рассказываю про рандом с музыкой там я работаю со звуком обрезаю и так далее окей все сейчас показываю вам что получилось ответ на вопрос вот собственно вопрос я якобы отвечаю на него там бла-бла-бла и вот появился ответ я проверяю правильно неправильно и пошли наши блики все отлично работает кстати итак друзья я доработал маску до совершенства давайте пробежим по значениям в данном случае у меня какие значения дилей задержка 2 здесь задержка 10 дальше смотрим что еще и менял с n35 я поставил так же как и звук чтоб совпадало 003 здесь также оставил здесь также 50 стоит здесь 9 значения поставил теперь здесь по значениям все окей дальше смотрите что получается наши объекты 0 0 0 и здесь девяточка в конце обратите внимание 3 0 9 вот размеры давайте дальше пробежим здесь проверяем ну скорее всего она сама съехала я не знаю но по крайней мере смотрится очень хорошо минус 0 0 0 1 по игреку тоже мы видим значение значение немножко ниже размеры все сохранились z кого 0 стоит у нашего конец загрузка здесь у нас но нас интересует именно z значение вот 0 0 25 и у значения белый вот селс снова скейл точнее такой же как у всех я выровнял и и здесь обратите внимание поставил нули было сдвинуто и здесь 0 0 2 и на видео в самом начале видео вы уже видели и я ну уже сделал как все смотрится просто шикарно насчет одобрения маски я все-таки прикреплю ссылочку на мою прошлое видео где я рассказывал именно на тот момент то есть вы переходите по ссылке он сразу открывается с той секунды где я буду вам это все рассказывать делайте собственно все то же самое принципе на этом все если вам не хочется заморачиваться с проектом вы можете его купить ниже он там чисто символическая цена на гамроат я выставил и также что вам еще могу сказать присоединяйтесь обязательно в нашу группу вконтакте здесь много чего нового постоянно обновляется количество людей также растет и у нас есть еще супер чат в телеграме там уже 1500 человек примерно на сегодняшний день на 21 апреля вот мы помогаем друг другу в чате и точнее в паблике кстати есть и ну бесплатных материалов очень много есть биржа масса где вы можете продавать есть платные патчи продают ребята и я тоже продаю некоторые там всякие штуки луты например ну и на стену я тоже все выставляю некоторые уроки других людей я тоже выставляю вы можете их мне предлагать если урок записан ну довольно таки хорошо интересен я его обязательно опубликую вот всего доброго всем спасибо за просмотр надеюсь вам помог маска с ответами давно у меня запрашивали вот всего доброго всем пока